здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас пятница 13 на многие трейдеры суеверные в эту дату в принципе как я к этому отношусь в принципе что суверия она работает на рынке потому что рынок это очень сильная психология то есть в принципе какие-то модные модели паттерны волны уровни индикаторы объемы и так далее оно все работает да то есть в принципе неплохо даже простые индикаторы они работают но в какой-то момент если психология неправильно поставлена это все может обрушиться да бывает даже простой индикатор дивергенции там мы сиди условно он работает как часики да но есть моменты когда он не работает да нету такого понятия как сто процентов что рынок работает есть определенный период не работает и если в этом формате человек трейдер скажем торгует против рынка на то рынок его переезжает переедет в прямом смысле и поэтому психологически нужно нужно скажем ограничивать риски понимать что рынок может не работать и нужно аккуратно к этому относиться что не всегда он будет срабатывать поэтому это очень важный аспект я считаю он сам один из самых важных поэтому его нужно больше всего тренировать ну небольшое такое лирическое вступление итак давайте перейдем к рынку сегодня обсудим ключевые инструменты там фондовый индекс металлы валютный рынок есть у меня определенное мнение по рынку она неоднозначная до конца потому что есть сомнений не до конца понимаю некоторые инструменты завершилась коррекция или нет ну там более менее понятно по металлам что там скорее всего продолжится рост по золоту по серебро это понятно ну скорее всего понятно может быть все а вот под вопросом у меня валютный рынок и фондовый рынок завершилась ли там коррекция или нет ну давайте конкретно перейдем графиком начнем начнем с nasdaq в принципе nasdaq s&p 500 до джонс там картинка более-менее одинаковая поэтому разберем только nasdaq и так что я здесь думал что я здесь торговал последнюю так скажем последние две недели давайте сделаем print screen рабочего стола и так то есть на рынке есть вот смотрите есть такой момент условно если у нас есть какой-то тренд вверх до импульс тренд это импульс и к нему идет коррекция то есть эта коррекция вариант а какой-то момент может завершиться и продолжится в сторону вот этого основного импульса то есть начаться новый импульс то есть вот эта коррекция но есть вариант что вот эта коррекция может а вариант в данном случае завершится или под затянуться очень глубоко да то есть вы не можете без стоп лосса торговать потому что маржинальный рынок рано или поздно он вас вынесет или это вариант b то есть у нас коррекция коррекция 2 затянется и дальше уйдем наверх и третий вариант что вот эта коррекция она может превратиться в новый новый импульс то есть такой более глубокий и поэтому для чего когда вы покупаете нужно ставить стоп лосса что здесь по nasdaq и по s&p я последние две недели шартил фондовые индексы с скажем с таким сценарием который у меня был то есть вот это импульс коррекция и дальше я думал что мы будем обновлять вот эти минимумы до 17000 то есть вы здесь была очень отличная точка входа на шорт по моей модели в районе 19 с половиной тысяч очень красивый уровень был все шло очень красиво то есть мы практически сделали половину движения от которого я рассчитывал я даже добавлялся на этой неделе на это добавление было неудачное потому что она в принципе локально там по s&p по nasdaq под у джонс по немецким индексом она локально отрабатывалась но потом это все начали ломать и сейчас у меня под вопросом вот эта вся структура она еще сохраняется вот сюда вниз или здесь есть второй сценарий о котором я говорил что у нас я в таком сценарии сценарий говорил во вторник и в принципе прошлых что у нас возможно вот вот этот большой бычий тренд да и вот это была вся коррекция то есть и она завершилась как вариант вот эта коррекция и у нас дальше пошел импульс импульс вот эта коррекция и сейчас у нас идет импульс там условно плюс минус коррекция и дальше наверх глобально такой сценарий сейчас он его вероятность достаточно большая поэтому в ближайшее время я буду здесь искать точки входа на покупку но в случае если мы получим вот сегодня у нас условно пятница 13 получим сильное падение по рынку то я возможно вернусь к своему первому сценарию то есть если мы сегодня сильно упадем будут поглощение вчерашнего дня частично позавчерашнего даже два дня поглотим потому что у нас сейчас такая . x если будет сильное падение то в таком случае я вернусь к первому сценарию и дальше буду искать черты если этого не произойдет а в ближайшее время здесь будет хорошая проторговка то в таком случае я дальше буду искать ланги то есть вот ямс на вот такой сценарий может ли здесь и что что-то быть я пока скажем не не берусь какие-то дополнительные сценарии пока у меня вот больше уже вошел сценарий к лангам но я пока не покупаю и второй сценарий это если мы будем получим сильное падение к вернусь к чертам но пока покупки дальше золото золото я вот допустим на прошлой неделе покупал но она как-то не пошло сразу на пробу это мне чуть-чуть сбило я даже начал шортить на этой неделе этот шорт был неудачным и уже вчера когда мы подошли начали пробивать вот этот уровень 25 30 я начал писать закрытом канале что ребята давайте покупаем золото потому что скорее всего здесь идет тот сценарий которым я ранее предполагал на пробой принципе мы неплохо растем то есть мы начали начали покупать этот инструмент я думаю что здесь перспективы достаточно хорошие конечно если не будут какие-то ловушки то есть в принципе золото такое любит условно но показывает рост коррекция показывает рост тоже самое смотрите рост хороший глубокая коррекция рост глубокая коррекция здесь чуть-чуть ситуация другая у нас сильное накопление несколько недель накапливали мы его в принципе локально отработали но должны где-то вот если брать две условно 350 200 ну должен так хорошо 2 600 я думаю даже 2 600 2 700 плюс минус мы должны сделать поэтому здесь ищите точки входа на покупку локальные потому что дневных пока нету то есть я бы дальше смотрел наверх по золоту поэтому золото покупка что касается серебра серебро то же самое здесь я бы дальше скажем искал по серебру покупки аналогично то есть здесь меня тоже сбило по серебру у меня такая хорошая точка входа была на прошлой неделе то есть я вот здесь покупал в районе 28 30 серебро здесь был небольшой стоп лосс условно по отношению к тр и вот этой свечой которая была на вот этих нонфармах до которые были были на прошлой неделе меня здесь выбило по безубытку и меня вот это сбило с толку я уже думал что здесь будет какое-то падение но в принципе я пока по серебру придерживаюсь такого основного сценария что у нас вот этот тренд вот это все коррекция да и мы идем очень-очень высоко то есть на вот это на 32 50 минимум поэтому серебро покупайте скажем с коррекции с проторговок посмотрим какие точки входа здесь дальше будут вот как-то вот так да то есть я думаю что у нас вот это импульс вот эта коррекция здесь не люблю такие разворота он принципе был для меня понятие но как-то я перезагрузился на другой сценарий его здесь был получен стоп лосс но дальше вчера после пробоя по золоту я говорил золото серебро только покупки в закрытом канале поэтому металл металл он дальше нефть нефть я пока не торгую мне кажется вот этот тренд который был у нас нисходящий он возможно свое отпадал и у нас возможно какая-то коррекция начинается но я пока не берусь об этом говорить нефть не торгую и буду наблюдать вот что интересного это натуральный газ вот я бы прямо сейчас текущих его покупал я в принципе его последнее время советую только покупать вот здесь было очень хорошее накопление то есть такое двойное дно и у нас неплохой получается рост дальше я думаю что натуральный газ будет расти он вырвался выше 2.30 это фьючерс там смотрите уже котировки какие у вас здесь мне кажется потенциал хороший дальше по по индексу доллара у нас экспирация прошла я так понял гепчик нет это не экспирация так что у нас по индексу доллара как вариант у нас коррекция уже закончилась она в принципе была небольшая какие по евро доллару и дальше индекс доллара будет как вариант ослабевать да то есть поэтому ищите только точки входа на шорт вот если это касается ну в двух словах то есть индекс доллара только шорт может ли как-то усложниться эта коррекция плюс-минус да ну я уже не думаю я такой сценарий откидаю вот что касается евро доллара здесь ситуация чуть посложнее вот если сравнивать график индекса доллара у него как-то более явно шорт по евро вот смотрите что по евро евро я шортил на этой неделе мы закрылись на минимумах я сказал что евро я бы дальше не держал у нас что здесь происходит у нас вот смотрите импульс коррекция импульс коррекция и сейчас у меня возникает вопрос закончилась ли вот эта коррекция и вот это был минимум на 1 10 то есть мы 1 10 держали ровно там чуть чуть выше и плюс это такой психологический барьер поддержки и как вариант мы эту коррекцию закончили и дальше на 112 на 1 15 да я не исключаю сценарии что если еще индекс доллара будет в этом боковичке таком торговаться 100 на 102 то в принципе евро доллар еще может там потестировать 1 10 как вариант и дальше только наверх поэтому если мы сегодня евро не сольем то есть евро можно покупать пробовать покупать с среднесрочной целью да то есть стоп понятен на 1 10 если мы его выносим то здесь уже нужно снова подождать то есть евро вот последнее время так разворачивается вот здесь в принципе никаких признаков только дивергенции показывала ну здесь понятно это уже другая ситуация то же самое здесь тоже дивергенция вот эти коррекции смотрите как у нас вот это была очень сложная коррекция то есть здесь я запутался был чуть-чуть немного хотя видел картинку что и как но не всегда то есть вот есть вот такой один момент очень важный психологически тут я начал сегодня по психологии в трейдинге когда ты условно сидишь в шортах по какому-то инструменту и видишь что рисуется уже лонг но здесь есть один важный момент можно перевернуться на покупку потому что уже есть какие-то признаки но рынок это такая штука что он часто дает какие-то сомнения что-то показывает что уже все лонг и так далее и ты когда переворачиваешься а рынок потом уходит в твой шорт и там начинается как тильт как такая психологическая давка зачем я перевернулся можно было просто сидеть получить свой стоп лосс поэтому это очень сложный момент в трейдинге когда ты принимаешь решение по поводу выбор выбор ты делаешь сидеть дальше в шорте и получить свой стоп лосс или перевернуться на покупку но что будет сложнее получить стоп лосс в шорте или перевернуться на покупку если рынок уйдет в шорт то получить стоп лосс не заработаешь и так далее то есть вот здесь и потом уже начинается такая череда психологических моментов большинство я думаю что вы понимаете о чем я говорю поэтому здесь и учитывая какой рынок бывает сложный в накоплениях иногда когда допустим вот этот момент даже вот здесь по евро когда когда он очень сложно закрывался или вот этот момент когда он сбивает тебя с толку если ты сидишь в покупках ты дальше дальше зарабатываешь или допустим вот этот момент вот на вот этой проторговке ну вот это более простая вот эта проторговка то есть ты уже можешь там несколько раз перевернуться но рынок все равно идет в шорт и поэтому здесь у меня такой совет если вы торгуете дневные там фреймы то есть я не говорю о мелких там фреймах то есть там скажем вас рынок будет сильно бить на мелких там фреймах на дневных лучше сидеть в большинстве случаев до стоп лосса да когда уже прям явно можно перевернуться но не часто потому что если ты часто переворачиваешься ты уже попадаешь в такой тильт потому что каждое закрытие дневки оно может тебя сбивать как-то по-другому и скажем выводить тебя из себя поэтому по евро я рассматриваю вариант что мы закончили коррекцию я не скажу что я уверен там на 90 процентов ну на 65 то есть не на много потому что индекс доллара у него есть еще допустим он может в этом боковичке 100 на 102 он может болтаться и если он начнет еще к верхней границе уходить еще и выносить евро доллар 1 10 налегке будут обновлять и самое сложное вот смотрите в том что вот этот тренд по евро ну коррекционный он может затянуться допустим смотрите вот этот тренд коррекционный вот у нас еще одна коррекция смотрите вот вот эти три три коррекции смотрите вот эта коррекция какая сложная вот это легкая да хотя она не показывала разворот вот здесь на минимум технически а может быть такой вариант вот как вот здесь смотрите коррекция затянулась и потом превратилась в новый такой достаточно сильный условно там 350 пунктов по евро да или условно вот вот эта коррекция да поэтому здесь закончилась ли эта коррекция я думаю да но тот вариант что мы можем под затянуться на 0,950 0,9 0,9 не должно быть по идее но все может быть такой вариант я не исключаю поэтому работаем с рисками фунт доллар в принципе та же картина что и по евро доллару у нас вот эта коррекция как вариант она закончилась ключевым скажем ключевым уровнем поддержки у нас 1,30 то есть у нас вот смотрите как совпало по евро это 1,10 психологически по фунту 1,30 то есть такой сильный уровень поддержки поэтому пока мы выше этих уровней я с долей вероятности 65% говорю что у нас коррекция закончилась и дальше мы будем расти я еще смотрел евро на недельный там фрейм вот если мы сегодня хорошо закроемся то вероятность увеличится если мы сегодня хорошо день закроем если под задаем ну будет под вопросом поэтому пятница очень важно как мы закроем сольем сегодня евро и фунт или нет то же самое смотрите вот когда был по евро вот эта коррекция смотрите вот это смотрите она была небольшая по сравнению с вот этим импульсом а смотрите фунт доллар вот эта коррекция смотрите она практически вот эту волну роста которая была с начала июля до середины июля мы ее практически на 95% съели то есть и поэтому бывают такие моменты я потом мы потом удачно покупали здесь фунт вот это шортили и так далее там на 1.30 закрылись все не взяли но очень здесь получилось хорошо здесь получится ли так то есть под вопросом посмотрим дальше по другим инструментам в принципе плюс минус та же самая картинка по биткоину биткоина напомню шортили мы еще с прошлой недели один раз только в районе 60 тысяч неплохо падали но начали его как-то откупать эта коррекция закончилась и дальше мы вниз или она здесь затянется такая сложная или она вообще вся закончилась вот если брать S&P 500 NASDAQ вот если коррекция закончилась по ним то в принципе возможно не исключаю если будет корреляция по биткоину тоже но здесь это все еще под вопросом и тот же S&P и NASDAQ то есть потому что дальше а у нас на следующей неделе же процентная ставка больше все склоняются к 0.25 но если будет 0.5 тогда мы получим хорошее движение рынок могут удивить в принципе и ЕЦБ и другие ЕЦБ достаточно уже хорошо снизились ставки с своих максимум посмотрим как там ФРС сейчас возможно удивит всех тогда будет хорошее движение на рынке но в рост рискованных активов то есть сейчас рынок такой сложный сложный формате закончилась эта вся коррекция или это очередная ловушка то есть я вам вот почему я так вам говорю чтобы вы понимали что сейчас ну с моей точки зрения неоднозначно пишите свои свои варианты как вы видите по фондовым индексам по рынку крипты по доллару то есть у нас вот есть 3 актива ну и плюс мы там другие затронули но это такие сейчас топовые S&P NASDAQ евро фунт и крипта то есть закончилась эта вся коррекция мы идем дальше сильно в рост или будет очередная ловушка ну на этом все то есть если будут какие-то вопросы пишите в личку Telegram свои в сценарии распишите как вы видите то есть самое смешное вот хотел такую историю смешную рассказать ну такие сценарии в принципе могут кто расписывать волновики да то есть волновики могут расписывать я знаю несколько несколько волновиков по инструменту ну скажем по рынку и сам прикол в том что каждый волновик по-разному да видит это все и самое что такое смешное что я видел один волновик то есть но эта история такая я ее буду рассказывать скажем внукам да как говорят было это по скажем по одному из инструментов то есть он говорит смотрите вот есть такие сценарии он рассказывал и рынок пошел вообще по другому там по какому-то а он говорит а я о таком сценарии говорил еще весной да то есть ну это это скажем за гранью такое поэтому вот вот эта ситуация которая вот по биткоину смотрите какая сложная коррекция и в чем в чем суть в том что я эту коррекцию несколько раз откупал то есть откупал ну такие хорошие точки входа были закупки вот здесь в мае хороший рост получили но не глобальный была хорошая точка входа в июле потом в августе то есть вот эти такие самые жирные три точки которые я считал что по биткоину мы получим рост на на 80 на 100 тысяч мы получали рост здесь спекулятивный рост был просто великолепный то есть вот первый раз мы сделали там 10 тысяч здесь 10 тысяч сделали ну здесь меньше да роста но рынок не пошел то есть и здесь вопрос очень важный по биткоину в том что вот это реальная коррекция и мы допустим если ставку снизит на 0.5 тогда биткоин как вариант и фонда как вариант полететь сильно наверх но существует вариант и по биткоину что возможно мы развернулись глобально и мы будем только падать такой сценарий я не исключаю поэтому вот это будет для большинство инвесторов просто скажем очень плохо кто инвестирует крипту потому что вот если биткоин эфир еще держится вот там несколько еще топовых валют там так далее но там много монет просто уже удавили вниз я думаю что их там вообще просто задают если рынок биткоин развернулся он если и сейчас развернется позже развернется то есть это вопрос времени только и успеешь ли ты зафиксироваться ладно всем хорошего сегодняшнего дня в торговле дальше посмотрим что у нас будет по рынку с понедельника если будут какие-то понятные обновления может будет больше информации возможно нет и в понедельник в обзоре или вторник на битве аналитиков я свое мнение выскажу всем удачи пока пока